Победа при Синопе не случайно вошла в список памятных дней воинской славы России. Синопское сражение – яркий пример не только героизма, но и высокого профессионализма русских моряков. Это последнее сражение парусных флотов. Это лебединая песня парусного флота. Павел Степанович Нахимов фактически буквально за несколько часов разгромил весь турецкий флот, очистил Черное море от сил противника. И самое главное, что эта победа была нанесена, эта победа достигнута была очень небольшими на самом деле ценой. Восемь кораблей во главе с флагманом нашей императрицы Мрии фактически уничтожили турецкую скатру, которая была в два раза больше 16 кораблей. Подавили береговые батареи. Русские при этом не потеряли ни одного корабля. Все восемь кораблей с триумфом суда возвращаются в Севастополь. По итогам сражения русский флот потерял погибшими 37 человек. Противник более трех тысяч. В результате этой блестящей победы турецкий командующий Осман Паша был пленен. Его сабля и сейчас хранится в музее Черноморского флота. А Нахимов стал георгиевским кавалером второй степени. А вот в Англии успех русского оружия восприняли резко негативно, назвав Сенопской резнёй. Неудивительно, ведь главным советником турецкого флота был британский морской офицер Адольфус Слейд, который командовал единственным спасшимся в тот день кораблем. Павел Степанович Нахимов даже говорят однажды, когда ему рассказали о байках, которые распространяет европейская пресса, очень удивился и даже над этим посмеялся. О том, что чуть ли не людоедство там какое-то русские в Сенопе делали. Это, конечно, все байки, вымыслы. Но, тем не менее, это показывает, очень демонстрирует их подход, который не изменился и сейчас. Дань памяти Павлу Степановичу Нахимову и другим героям Сенопского сражения по традиции отдали во Владимирском соборе, усыпальнице адмиралов. Молебину походной иконы покровителей моряков, святого праведного воина Феодора Ушакова, возложение цветов к месту захоронения прославленных севастопольских флотоводцев и к памятнику адмиралу Нахимову – знак того, что славные традиции Черноморского флота живы и служат примером для молодого поколения. Уважение к нашим предкам и героям, которые нас защищали всю свою жизнь, потому что они никогда не сдавались, всегда шли к своей цели. И этим они нас научили. Духовная поддержка сегодня особенно нужна нашим морякам. Катер командующего с походной иконой Черноморского флота совершил обход кораблей в бухте. Цветы в день воинской славы возложили в нескольких памятных местах города, посвященных первой обороне Севастополя в годы Крымской войны. Полина Галушка, Дмитрий Лилека, Севенформбюро.